Мы предусмотрели голосование после трёх выступлений. Итак, мы говорим, включите, пожалуйста, о таргетной терапии. Мы уже касались сегодня этого вопроса. Посмотрите, вот этот слайд достаточно красочно показывает, какой выигрыш на сегодняшний день мы имеем от применения того или иного метода одевантной терапии. Без терапии, насколько риск в течение пятилетнего периода рецидива заболевания с энтерофероном, эпилюмаба, неволумаба, пембролизумаба. И мы сегодня сейчас с вами будем говорить о применении доброфениба с траметинем. Как видите, на фоне всех возможных опций данная комбинация смотрится достаточно выигрышно. На сегодняшний день применение доброфениба с траметинебом используется при третьей А, третьей В, третьей С стадии и четвёртой стадии. И посмотрите, медиана наблюдения за пациентами в данной группе уже составила почти три года. Три года. Встаёт ли вопрос, может быть, мы вылечиваем часть пациентов, и можно ли вылечить меланому с помощью одевантной терапии. Дизайн этого исследования сегодня уже был демонстрирован. Группа пациентов одна получала таргетную терапию, сочетанную, избрав мутации, начиная с третьей А стадии, только если были изменения в сторожевом лимфатическом узле, третья В, третья стадия. Кстати, сразу обращу внимание, говоря о назначении таргетной терапии в адевантном режиме, мы чётко должны знать, какая стадия пациентов. Поэтому мы чётко должны знать, что происходит с лимфатическими узлами. Для этого должно быть обследование, и у нас большая проблема – это исследование сторожевых лимфатических узлов, которые, к сожалению, в Российской Федерации на сегодняшний день ещё пробуксовывают. И посмотрите, какие результаты. Напоминаю, таргетную терапию назначают в течение одного года. И посмотрите, как кривые расходятся. Хочу обратить внимание, на первый год. В первый год разница 30%. После прекращения лечения спад идёт на 20%. Мы теряем часть больных. Может быть, ещё продолжать нужна терапия? На сегодняшний день у нас рекомендации озвучены, как применение таргетной терапии, трометиниба, доброфиниба с трометинибом в течение одного года. Может быть, нужно два года, потому что кривая резко опускается, а потом, кажется, наблюдается плата. И разница трёхлетней безрецидивной выживаемости составляет уже 19%. Если говорить под групповой анализ, то можно сказать, что здесь выигрыш, конечно, во всех группах абсолютно. Напоминаю, третий А, третий Б и третий С стадии. И на сегодняшний день я уже демонстрировала этот слайд, опубликован на ЭСМО. Четырёхлетние результаты, обновлённые медианой наблюдения почти 4 года, 44 месяца. И разница между пациентами, те, которые получали лечение, и те, которые наблюдались, она достаточно значима. И такие же результаты и без метастатической выживаемости. Разница в 10%. И общий выигрыш составляет 17%. То есть есть, конечно, резон назначать пациентам, у тех, у которых есть бравмутация, с третьей стадии заболевания, назначать комбинированную терапию. Повторяю, комбинированную не монотерапию, а комбинированную терапию для того, чтобы вылечить часть пациентов. И есть уже результаты, такой промежуточный анализ, выигрываем ли мы общую выживаемость у пациентов. Да, выигрыш есть. Может быть, он и не такой большой, 11% на сегодняшний день. Но, тем не менее, медиана еще не достигнута при одной и второй ситуации. Поэтому, может быть, мы говорим о том, плата, которая может быть при назначении терапии. Но насколько безопасно лечение, давайте посмотрим. Конечно, небезопасно. Любое лечение, мы сегодня уже начинали говорить об этом, оно имеет свои определенные осложнения. И нежелательные явления, те, которые связаны лечением, они наблюдаются практически у всех пациентов. В данном случае больше 90% пациентов имели нежелательные явления. То, что касается третьей, четвертой стадии степени, у 40% против 14%. И серьезные нежелательные явления, посмотрите, в два раза выше. Почти 30%, 27% пациентов имели серьезные негативные явления третьей, четвертой стадии. Конечно, лечение небезопасно. Больше чем 30%, почти 40% пациентов имели редуцирование дозы в связи с токсичностью лечения. Поэтому это говорит о том, что мы, конечно, должны думать и назначать тем пациентам, которые действительно перенесут это лечение и которым действительно есть показания. И наиболее нежелательными, наиболее частыми нежелательными явлениями являлась пироксия у пациентов, которые получали таргетную терапию доброфенипстрометинебом. Посмотрите, у 20% 63% – это все степени, а третьей, четвертой степени наблюдались у 5% пациентов. То есть, в общем-то, если говорить о серьезных нежелательных явлениях, они, если по спектрам, наблюдались, вроде бы, кажется, не так часто, но 5% пациентов много это или мало, но третьей, четвертой степени – высокая лихорадка у пациентов, которые получают таргетную терапию в адевантном режиме. Качество жизни при этом страдает и зарадает значительно. Поэтому первое, что нужно сказать – отбор пациентов, а второе, конечно, мониторинг за пациентами, которые получают лечение. Итак, на сегодняшний день комбинация доброфенипстрометинебом однозначно расширяет возможности для адевантной терапии пациентов, которые имеют мутацию БРАФ, с меланомой третьей стадии. И эта комбинация редуцирует риск заболевания по сравнению с теми пациентами, которые лечения не получают. И на сегодняшний день мы имеем результаты 4-летней безрецидивной вживаемости, которая равняется 54%. Конечно, проценты достаточно высокие. Спасибо. 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 Спасибо.